Добрый вечер! Здравствуйте! Мы начинаем выпуск программы 900 секунд. С вами Деменшин Алексей Владимирович. Ответы на вопросы по системе Норбекова. Итак, пожалуйста, первый вопрос. Девушка спрашивает, как убрать живот. Иногда уступает место, как беременный. Дорогие мои, живот убирается легче и быстрее всех остальных неприятностей в нашем теле. На самом деле жирочку там не так уж и много. Дело в том, что кишечник и желудок имеют потрясающую способность к растягиванию. А если мышцы живота слабые, то ничего их обратно не утягивает. То есть вы когда-то кушаете, там на дне рождения или еще что-нибудь, от души и по-настоящему, кишечник и желудок растягиваются, он должен утянуться, а живот не утягивает. Поэтому с возрастом, к сожалению, у многих людей дряблый живот и он увеличивается в размере. То же самое бывает и у маленьких детей, трехлетних, четырехлетних, такой выпученный животчик. У двухлетних, да, бывает. Потому что мышцы живота еще не пришли в тонус. Поэтому, дорогие мои, просто приятные, прекрасные упражнения, которые повышают вашу гордость, которые уважают ваше уважение к себе и чувство достоинства, это упражнения на пресс. Пусть ваши мышцы живота будут в тонусе и будут утягивать и подтягивать желудок и кишечник. На самом деле, жирочку там может процентов 15 от того объема, который вам не нравится. Поэтому, дорогие мои, не стесняйтесь, выложитесь на пол. Самое главное, правильно дышать. И поднимайте ноги вверх, делайте выдох, опускаете вдох, поднимайте вверх, выдох, опускаете вдох. До тех пор, пока не заболит живот и потом еще 2-3 раза. Когда будете делать так неделю, после этого вы можете переходить к другому, к более сложному упражнению. Когда вы ноги куда-то вставите, допустим, под кровать, зажимаете их, и тогда уже корпусом вы сгибаетесь. Это уже когда у вас немножко мышцы окрепли. Ну и заканчивается это все, конечно, когда вы висите на турнике и легко поднимаете ноги вверх к турнику. И также самое главное запомнить, что когда поднимаете ноги, всегда выдох. То есть на любое физическое упражнение, всегда выдох, и тогда ваше здоровье никогда не пострадает. Пожалуйста, еще вопрос. Когда человек представляет образ молодости, вот такой вопрос, и делает суставную гимнастику, его образ молодости тоже делает суставную гимнастику, или представляет образ совершенства без движения. Конечно, дорогие мои, когда вы представляете себя юными, стройными, 16-летними, обязательно, чтобы все упражнения, вот этот воображаемый, юный, молодой человек, которым вы являетесь в 16 лет, тоже делал. То есть вы живете в этом образе, и все-все-все делаете, и образ делает, и вы делаете, и все делают. Хороший вопрос. Пожалуйста, разъяснить понятие духовность, дух, сила духа. Еще какие понятия? Что значит быть духовным и находить духовное материальное? Дорогие мои, русский язык, к сожалению, очень многозначный язык. И не совсем подвержен логике. Поэтому не часто употребительные слова все люди воспринимают по-разному. И слово «духовность» — это не часто употребительное слово. Я встречал слово «духовность» в разных вариантах восприятия достаточно умными людьми. Что такое духовность? Мы с вами знаем, что когда Иисус Христос получал крещение от Иоанна Крестителя в реке Иордан, на него с ней зашел Святой Дух. И это было всем видно в виде белого голубя. И в христианстве очень развита Святая Троица. Такое понятие. Особенно оно развито в православии. Культ Богородиц, культ Девы Марии больше развин у католиков. Многие католики, даже Девы Марии молятся гораздо больше, чем Иисус Христу. А вот в России очень много монастырей, очень много церквей троицких. Вот Святая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. И даже наш всеми уважаемый русский старец, который жил не так уж давно, дорогие мои, в середине 19 века. В середине 19 века, буквально там, за 50 лет до революции, Серёфим Саровский дал чёткое и ясное понимание, в чём смысл жизни христианской. Вот многие из вас считают себя христианами. А в чём смысл жизни христианской? И он сказал, это стяжание Святого Духа, стяжание накопления, накопление святого Духа. Он сказал, как купец накапливает деньги, стяжает деньги, материальные блага, копит у себя в амбарах, материальные блага в банках, в деньгах, в хранилищах, то мы с вами добрыми своими поступками накапливаем Святой Дух или, другими словами, благодать. И вот познание того, как устроен этот мир, познание этой энергии, мы никогда не сможем с вами стать богами. Мы даже не сможем стать Иисусом Христом. То есть из этой всей троицы человеку на самом деле подвластна лишь третья составляющая, Святой Дух, Дух, энергия, благодать. У мусульман называется барракат. У индусов называется прана. Ну, в разных народах называется по-разному. И когда человек делает много добрых дел, он наполняется этой светлой энергией. Вот если муж, жена ссорится, потом прощает друг другу, так светло становится. Или друзья прощают друг другу, так светло становится. Или вот вы заботитесь о родителях, так светло становится на душе, так легко становится на душе, дорогие мои. Вот это вот светлое состояние называется благодать. И можно его делать часто, помогать старикам, помогать нуждающимся людям, делать как можно больше добрых и полезных дел в этой жизни. И когда человек познает, как устроен этот мир, когда человек идет по пути стяжания Святого Духа, стяжания благодати, самосовершенствования через совершение добрых дел, то такого человека мы называем духовный человек. И духовность – это как раз познание божественного устройства этого мира, познание вот этих невидимых энергий, огромных, сильных, то, что называется благодать. Если же человек просто добрый, то это называется нравственность, порядочность, мораль, но никак не связано с вопросом невидимой энергии, энергии Создателя, энергии Бога. Ну и в каждом из нас тоже от рождения заложена вот эта вот частичка, искра Божья. У каждого из нас есть энергия, которая позволяет нам быть такими мини-богами в этой жизни, то есть мы тоже можем что-то создавать. Господь Бог создал эту землю, жизнь, людей, да? Человек может строить дома, строить мосты, создавать самолеты, поезда, корабли, то есть картины красиво рисовать, дитережа. То есть каждый из нас мини-создатель. И вот для того, чтобы мы могли что-то создать в этой жизни, каждому человеку дается энергия. К сожалению, всем разная. Вот это очень ключевой момент. Всем разная энергия. И вот как измерить объем этой энергии, которую дается человек, это называется сила духа. Вот есть люди, которые рождаются сильным духом. Как определить, человек с сильным духом или слабым духом? У него много энергии или мало энергии? Три пункта, дорогие мои. Это мы изучаем на курсе «Мастерская характера». Первое – это целеустремленность. То есть если человек вот все время что-то хочет, он что-то хочет, он к чему-то стремится, потому что не может сидеть на месте. Второе – это сила воли, то есть упрямство. Насколько этот человек может преодолевать трудности. Может быть, он легкий на подъем, но трудности его пугают, ничего не может. И третье, которое характеризует силу духа – это тяга к знаниям, то есть способность учиться у человека. Вот есть люди, которые самостоятельно хотят учиться. У них надо книжки отбирать, чтобы они себе зрение не испортили. То есть у людей потрясающе… Они не могут, если что-то новое не узнали в жизни, им кажется, день прошел мимо, жизнь проходит мимо. Им нужно познавать, 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 что-то делать, куда стремиться. Вот это люди с очень большой энергетикой. Есть люди, к сожалению, со слабой энергией. Они ни к чему не стремятся, вялые, ноют, сил нет, апатия. Ну и, конечно, человек с сильным духом может сломаться. Сломаться, да? То есть сломать дух человека. И тоже впасть в депрессию, да? То есть обычно ломают дух человека, когда его внутреннее достоинство ломают. То есть ломают его уважение к себе, заставляя делать какие-то гадкие, подлые поступки, вызывая у него такой внутренний конфликт. То есть когда человека втравливают в что-то гнусное, подлое, ломают его, как говорится, уважение к себе, он часто, к сожалению, теряет силу духа. Либо когда мы совершаем очень много нехороших поступков и лжем, лжесвидетельствуем, соответственно, обманываем, воруем, завидуем, это все нашу энергетику очень сильно понижает. Когда мы благодарим, когда мы желаем другим счастья, наша энергетика, наоборот, повышается. Когда мы делаем добрые дела, наша энергетика повышается, и сила духа раскрывается. Это как автомобили. Вот есть автомобили Мерседес, они созданы очень качественно, надежно, прочно. Они достаточно долговременны. А есть автомобили Опель. Тоже ничего шустренькие, такие неплохие. Сейчас в последнее время тоже стали неплохо одеть. А до этого такие ржавые были, мама не горюй. Есть автомобили, соответственно, Жигули, а есть автомобили Москвич. Ну, понятно, что у Москвича мало лошадиных сил, маленький двигатель, слабенький. Конечно, его можно турбировать, форсировать как-то, но это все равно получится Опель, никогда не получится Мерседес. Опель можно форсировать, ну, уж почти Мерседес. Ну, а уж если форсировать Мерседес, дорогими. То есть, и так каждый человек. У кого-то, кто-то рождается, у него от рождения энергии, как у Мерседеса. И таким родителям, у которого родился ребенок, сильным духом, очень тяжело. Он вечно куда-то бежит, он вечно что-то хочет. То есть, он не сидит на месте. Они говорят, слушай, ну, у всех дети как дети. Они сядут тихонечко на ковре, в носу ковыряют, игрушки перебирают. А ты куда-то вечно бежишь. Вот это сильный духом ребенок. Тут очень важно правильно его воспитать. Потому что сильным духом может быть душой плохо. Вот вор в законе, это человек упрямый, целеустремленный, энергичный. Или фашисты, нацисты. Тоже люди очень энергичные, с огромной тягой к знаниям, упорные. Но душа у них, понимаете, вот такая черная немножко, как бы злая. Поэтому сила духа и душа, это разные вещи. Это энергетика. Можно сесть на огромный автомобиль МАН, разогнаться и, имея как бы щебенку, снести кому-то ворота или врезаться в чужой дом и навести много вреда. А можно с помощью грузовика принести много пользы, привезти щебенку и заделать дороги. Соответственно, дорогие мои, сила духа, это энергетика человека. Ее можно повышать. Повышая вот эти три показателя, целеустремленность, силу воли и тягу к знаниям, она будет повышаться. То есть, чем больше вы ставите себе цели, тем больше у вас энергии. Пункт второй. Чем больше вы проявляете упрямство, тем больше у вас энергии. И пункт третий. Чем больше вы познаете, тем больше у вас энергии. То есть, вот с помощью этого можно повышать. Ну и всегда можно сделать так, чтобы ваши дети родились с большой энергией и у них был переизбыток энергии в этой жизни. Это если мама в течение 9 месяцев, когда она беременна ребенком, проявляет лучшие черты характера. Если она проявляет лучшие черты характера, это будет ребенок сильный дух. Но потом его, конечно, надо правильно воспитать. Вот так, дорогие мои, мы с вами изучили, что такое духовность. То есть, духовность это познание, как устроен мир с точки зрения Бога, благодати. Святого Духа. Духовный человек, это, соответственно, человек, который делает акцент на совершение добрых дел, делает акцент на совершение и накопление вот этой благодати, ну и, соответственно, опознание этого мира. Ну и сила Духа, это та энергия, та Божья искра, насколько она большая, насколько она у человека проявляется. Ну и написано в Святых Писаниях, что если бы у человека раскрылся его Дух, и он бы сказал, горе, упади в море, то гора бы упала в море, если бы у него была вера с горчичное зернышко. Пожалуйста, следующий вопрос. Харизма, с чем ее едят, и как повысить у себя харизму? Харизма, дорогие мои, это умение воздействовать на людей и заражать их своими какими-то идеями, иногда полезными, иногда бредовыми. Вот. Ну, как проявлять? Быть уверенным и все время давать людям какие-то советы, как Жириновский, кричать, что-то там, везти со собой людей, и, как говорится, это и есть харизма. Возникает вопрос, насколько она надо быть энергичным, убедительным и влиять на людей. Вот есть такой знак зодиака, весы. Вот им вообще даром не надо. А чем? Они вообще карьеру не делают, никого за собой не ведут, никуда. Ну, и чаще всего, конечно, харизматичные личности, у которых вот такой интерес. Такой интерес, быть в центре внимания, привлекать к себе внимание, что-то куда-то всех организовывать, что-то предлагать, какие-то идеи, что-то созидать. Ну, чаще всего, конечно, это какой-то абсурд. Есть люди философские, такие настроенные, никого никуда везти не хотят, никакого харизмы у них нету, ничего не могут убедительно и эмоционально излагать. Ну, и, соответственно, своим мнением кого-то заинтересовать, или завлечь, или заразить. Поэтому станьте убедительным оратором, станьте уверенным в себе человеком, измените интонацию у себя, пусть ваша интонация будет четкая, быстрая, конкретное действие, пусть в ваших словах звучат глаголы, и тогда вы будете такой харизматичный человек. Если вам это надо, конечно. Сколько можно с помощью упражнений освобождения убирать у себя разного ненужного рода подсознательных жизненных программ? Ну, 10-15 можно. Мы вот во втором выпуске программы 900 секунд давали упражнение по устранению страхов, там разного горя. Ну, это тяжелая такая форма упражнения, когда нужно писать тетрадку. Можно просто вслух себе сказать 10 раз. Договориться, что когда я 10 раз скажу вслух какую-то негативную информацию, то мой мозг уберет все эмоции по поводу этого, да, там, например, ну, к примеру, я буду выступать на публике, освобождение, скажите так 10 раз. Дайте команду мозгу, и скажите 10 раз, он у вас это уберет. То есть какие-то легкие такие вот мелкие вещи, очень легко и хорошо этим убирать. Вот. А что касается, когда мы пишем в тетрадке, то, конечно, 10-15 не надо. Если вы пишете тетрадку, какой-то у вас какой-то цепенеющий страх, вам хочется не просто от него избавиться, а прочувствовать, как вы от него избавились, прожить ритуал, ощутить, как это мощно вы от него избавились, убедительно, убедительно, что вы от него избавились, то, конечно, можете взять, вот так сказать, напишу тетрадку. У меня вот такой-то страх летать на самолете освобождение, страх летать на самолете освобождение там, и вот меня будет колбасить, пока буду писать эту тетрадку, но зато потом полностью освобожусь. Вот тогда, конечно, 1-2, не больше. Можно ли дать команду мозгу, чтобы лучше заработала щитовидная железа? Ну, так для этого надо направить просто внимание в щитовидную железу и представить, как она у вас прекрасно работает. Конечно, есть такое упражнение, называется коррекция органов на курсе мастерская здоровья. На нашем канале, на ютубе можно посмотреть. Можно ли избавиться от пробки в ухе, кроме как промыванием со шприцом? Дорогие мои, такие свечи продают восковые в аптеках. Такая палочка ушная ложитесь на бок, вставляйте свечку, поджигайте ее, там она тягой и теплом вытягивает из вас все, вычищает. Есть такие ушные свечки, в аптеках продаются, пожалуйста, можете так делать, если вам неохота другим способом пробки убирать. Вопрос такой, в инструкции по освобождению есть четвертый пункт, для чего он и когда говорится. Дорогие мои, четвертый пункт к инструкции можно вообще убрать, он не нужен. Это на всякий случай, если человек 50 программ по освобождению запустил и чувствует, что его мозг немножко перегрузился. Это как бы такая кнопка стоп-кран, если вы вдруг переутомили свой мозг слишком большим количеством заданий. Есть такие максималисты, которые прочувствовали, что и пауков они больше не боятся, и мышей они больше не боятся, и сразу понеслось и ОС, я уже освобождение боюсь, и то, и все, и пятое, и десятое, и сосед меня раздражает, и слишком много надавали команд своему мозгу, тогда можно применить четвертый пункт, если чувствуется, что человек, допустим, не спит, а все время просыпается с мыслью, что работа завершена, работа завершена, процесс закончен, тогда можно сказать десять раз, конец работы по освобождению и не освобождаться больше, так как бы, на всякий случай. Вроде поезд едет, как говорится, часто же не надо дергать стоп-кран, только в крайних, там, чрезвычайных случаях, вот, поэтому, в принципе, четвертый пункт не нужен, в принципе, стоп-кран не нужен, вот на самолете нету стоп-кран, и ничего, но на всякий случай, на всякий случай есть четвертый пункт, если вы дали себе слишком много команд, увлеклись. Будет ли поездка на Валам 25 июля или нет? К сожалению, дорогие мои, этим летом мы, к сожалению, никуда пока не выезжаем. Мы сейчас сделаем реформу на нашем сайте, сейчас мы записываем очень много учебных видео, вот сейчас, видите, делаем такую программу 900 секунд, целый месяц, каждый день в прямом эфире, без выходных, и мы стараемся сделать для вас как можно больше полезного и понятного материала, чтобы вам было комфортно заниматься. Мы планируем в качестве поездок в конце сентября съездить в Турцию со здоровительной программой с курсом мастерской здоровья, ну и, конечно, самое главное, интересное поездка у нас будет в Иерусалим. Иерусалим – это ключевой город для трех мировых религий и для иудаизма, и для христианства, и для мусульманства, и каждый для себя найдет то, что его будет сильно взволновать, то есть там очень сильно ты начинаешь то, что тебе оказалось с абстракцией воспринимать как реальность, как реальность и Бога, и вот в частности Иисуса Христа, и все вот эти проповеди. Мы поедем на гору Фавор, где было преображение Иисуса Христа, заедем обязательно на Нагорную, где была Нагорная проповедь, такая как бы, ну, словно говоря, называется Гора Блаженств, где Иисус проповедовал. Конечно, будем в городе Вифлееме, конечно, будем в городе Иерусалиме. Кто захочет, можно съездить буквально 9 километров на Мертвое море, недалеко, там буквально 10-15 минут, как говорится, сел в маршрутку и доехал. Поэтому в Иерусалиме в ноябре месяце мы поедем обязательно и можно заранее записываться, дорогие мои, и подключаться к этой поездке. Так что, кому будет интересно в Турцию в конце или в Египет, где будет теплее и комфортнее, в Турцию или в Египет в конце сентября и в середине ноября в Иерусалим. Давайте последний вопрос. Бородавки на пальцы, дорогие мои, если вам их не могут вывести в европейской медицине, там иногда жидким азотом прижигают, очень помогает. Я всегда рекомендую маточное молочко. Вычищает вашу кровь. Это вирус. Вычищает вашу кровь и убирает все вот эти проявления. На моих глазах вот у одного моего одноклассника родители пользовались таким советом. Они завели собаку, овчарку немецкую и мазали, очень много было бородавок в норках, и мазали мальчику сметану, и собака просто вылизывала, и вот ее слюна, она вылизывала, и слюна убивала, знаете, там тоже есть очень много и в нашей слюне, и в нашей слюне, если у нее собак есть очень много антисептика, и она убивает все вирусы, бактерии, и все, сошли все бородавки у него. Поэтому маточное, я рекомендую маточное молочко, я проверил, прекрасное средство, замечательное средство, и не только бородавки, многое другое тоже у вас уйдет, но только в замороженном виде. Спасибо вам, дорогие мои, большое, очень интересно, видите, вопросы у нас были от духовности и до бородавок. Я надеюсь, что вам это было очень познавательно, и, конечно же, мы встречаемся с вами завтра в 22 часа, 20 минут, скорее, скорее успевайте, потому что 26 числа, да, буквально на этой неделе, заканчивается наш ежемесячник, и прямые эфиры нашей телевидения, учебного центра эффективность, на этой неделе уходит в отпуск, на месяц, до сентября месяца. Поэтому успевайте с вопросами, дорогие мои, ну, а мы были рады вам служить, и встречаемся с вами завтра в 22 часа, 20 минут. Субтитры создавал DimaTorzok,